Всем привет! Новый год все ближе и ближе. Мы уже сполна погрузились в предпраздничную атмосферу и выбираем подарки друзьям и близким. А у нас, по старой традиции, вышел новый выпуск Одинцовской недели. Давайте вместе его полистаем. На первой полосе номера настоящая сказка на льду. В парке Малевича прошло ледовое представление Ильи Авербуха с участием знаменитых фигуристов и звезд эстрады. На второй странице сможете прочитать о новых объектах транспортной инфраструктуры, а на третьей узнаете о расширении льгот для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Из других новостей Подмосковья на этой неделе пик эпидемии гриппа и ОРВИ. Можно ли заразиться двумя вирусами сразу и когда школьникам ведут карантин? На странице 5. На контроле у главы округа Андрея Иванова, встреча Нового года без пиротехники, ремонт котельных и теплосетей, а также модернизация предприятий, загрязняющих окружающую среду. В наших парках теперь доступны бесплатные сервисы для семей мобилизованных. А в Кубинке отметили День Героев Отечества. Подробности на странице 8. Жителей Одинцовского округа стало на 40% больше. О важности переписи населения вы сможете прочитать на странице 9. Подведение итогов 2022 года завершено. Новый формат стал крайне востребованным, поэтому теперь публичные отчеты о работе администрации станут ежеквартальными. В этом выпуске вы ознакомитесь с итогами в сфере земельно-имущественных отношений, бизнеса, инвестиций, работы МФЦ и Центра управления регионом. На странице 13 наша рубрика про традиции, а в ней звенигород, который встретил зиму фестивалем событийного туризма и открытием арт-пространства для творческих людей. О том, где в нашем округе в 1941 году проходила линия обороны Москвы, узнаете на странице 14 в рубрике про историю. Серию новых выпусков подкаста «Сами мы не местные» мы решили посвятить сотрудникам телеканала ОТВ. На странице 15 вас ждет интервью с Раисой Киян. На странице 16 рубрика в диалоге и актуальный, на мой взгляд, вопрос о хвойном витаминном морсе для укрепления иммунитета. Далее мысли вслух от нашего постоянного автора и рубрика «Закон и порядок» про иностранного соседа и ДТП с 7 машин на странице 18. На странице 19 актуальные вакансии. А далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ про утро и свежий выпуск новостей в 20.00. Также решайте сканворд. А если не знаете, как провести выходные, изучайте нашу афишу. Кстати, Одинцовский информационный центр объявляет конкурс детских новогодних фотографий. Условия очень простые – быть подписчиком нашего канала и прислать свои детские новогодние фотографии в наш бот, а по возможности еще и рассказать их историю. Лучшие из них мы опубликуем в нашей газете, а лучшие из получат призы от Дедушки Мороза. Читайте каждый выпуск нашей газеты, ищите ее на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте.